Здравствуйте, дорогие друзья! Я благодарна Богу, что, рассматривая Священное Писание, мы с вами можем переходить на практику жизни. И в этом и есть ценность послания неба, которая актуальна во все времена и в любых национальных местах. То есть кто бы ни принимал Священное Писание, там стандарты неба. И поэтому они под национальности уже, в общем-то, не особенно подходят, потому что мы говорим просто о человеческом состоянии души, где уже национальные особенности переходят повыше, а глубина, она остается человеческого параметра, который Бог вложил в нас как венец своего творения. Поэтому институт брака, который мы с вами стали рассматривать, вы знаете, постепенно у нас так получается, что мы, рассматривая 19 главу Евангелия Матфея, проходим некоторые, может быть, консультирования по браку. Я специально этому уделяю побольше времени, потому что знаю, что есть в этом сегодня большие запросы. И, скорее всего, будет у нас и семинар отдельно сделан, но сейчас я хочу в рамках библейской школы вместе с вами это рассмотреть. И поэтому напоминаю, что мы говорим о том, как решать конфликты, о том, как выходить из них наилучшим образом. И задача духовного мира, нечистого духовного мира, разрушить отношения близких людей. И как можно жестче это сделать, чтобы люди не стали смотреть в адрес друг друга с перспективой восстановления отношений. И поэтому сейчас я хотела бы некоторые вещи показать, что происходит с человеком, когда он ранен. И не потому, что мы это не знаем, а потому, что мы легко можем дальше на это обращать внимание. Потому что раненый человек, в зависимости от характера, в зависимости от ситуации, может повести себя по-разному. Два варианта. Один ушел в себя и замкнулся, и перестал общаться. Либо вышел из себя и стал очень громко говорить о своей позиции, обвиняя или там руша то, что когда-то строилось. Поэтому вот эти два момента, которые с одной стороны вроде бы понятны, но стоит на них обращать внимание. И поэтому сейчас хочется еще некоторые пункты с вами рассмотреть. Ключевые чувства или когда человек себя начинает ощущать в подъеме, когда в падении, в разрушении, в рамках супружеских взаимоотношений. Если мы говорим сейчас о муже, то муж чувствует себя ценным тогда, когда он то, что делает, это нужно. То, что делает, это принимается. То, что делает, это замечается. И когда его могут отметить, что он это сделал, что это у него еще и хорошо получилось. И плюс к тому, конечно же, когда он от того человека, ради которого он это делает, получает похвалу и ободрение. Ведь очень часто люди, которые в семье, говорят, ну почему мне надо его благодарить? Это его прямая обязанность, это прямая ответственность. Но если мы хотим, чтобы человек не истощался, то стоит и в одну, и в другую сторону выражать благодарность. Почему так часто жены оказываются тоже в состоянии истощения? Потому что то, что они делают в течение дня, оно так незаметно. Все, что приготовили, съели. Все, что убрали, уже опять грязно. Все, что постирали, надо опять стирать. И это как будто бы конвейер, который не заканчивается. И если не замечать с ее стороны этих дел и не благодарить, то точно так же человек истощается, ему кажется, почему он должен один тащить эту лямку. И хотя муж думает, я же на работе, я возвращаюсь, у меня так мало остается времени для отдыха. И вот она уже вилка конфликтной ситуации. Поэтому начинается с того, чтобы просто поблагодарить человека за то, что он уже делал, и за то, что он это хорошо сделал. Если это уже, так скажем, даже привычное дело, не посчитайте маловажным поблагодарить. Особенно это касается мужчины, потому что для него почтение лежит в основании выстраивания добрых отношений. Если для жены любовь, то для мужчины почтение. Жена обесценивает своего мужа, когда начинает критиковать, особенно прилюдно. Это важно помнить. И даже если эта критика справедливая, то она не принесет выстраивания отношений. Она только разрушит их. И то, ради чего эта критика делается, как будто бы, чтобы изменить мужа, поднять его, она наоборот его опускает. Соответственно, неуважительные отношения, оскорбления или унижения – это все из одной оперы. Это то, что не строит отношения, а их разрушает. Когда жена чувствует себя ценной, при каких условиях, когда муж начинает ее поднимать на ту высоту, на которой ей должно быть? То есть высота – это первое место. Не тогда, когда жена уже за работой, за хобби, за моими интересами, а вот там жена – это ее ранит, потому что для нее важно, чтобы она была любима. А любовь – это то, что делает человека и ставит его на первое место. Поэтому в данном случае я не рассматриваю, конечно же, чтобы место Бога было занято женой или мужем. Нет, не об этом речь. Господь пусть будет в центре сердца. А когда мы говорим о взаимоотношениях, то все наши дела по приоритетности рассмотрите. И важно, чтобы жена оказалась на первом месте. И если кто-то первый поймет, что мне надо решить ситуацию к лучшему, то он и возьмет ответственность. Либо начнет больше высказывать почтительных слов в адрес, может вдохновлять его, благодарить за то, что он делал, и тогда услышит и в свой адрес подобные отношения. Либо наоборот, если это муж хочет изменить атмосферу, начни делать то, что ты можешь, поднимая ее на ту высоту, на которой, может быть, она уже давно не стояла. Потому что первым была работа, либо хобби, либо я сам себе любимый, очень важен. Поэтому все остальные замолчите. Я пришел с работы, уйдите все в сторону. И вот если изменить вот это отношение внутри семьи и понимать, что я ответственен за этот климат, то в конечном итоге начинает выстраиваться взаимопонимание и любовь. Еще он внимательно к ее чувствам и выслушивает ее и уделяет ей свое время. Это тоже важный аспект. Потому что внимательно к ее чувствам, значит, у нее что-то накопилось в течение дня. И вы знаете, как хочется дать некоторое направление в размышлениях и в действии, когда приходит муж домой, когда вечером собирается вся семья. Есть школьники, либо дети из детского сада, либо просто находилась жена дома с детьми. И вот муж возвращается с работы. Так важно, чтобы вечер он был особенным. Когда собирается семья за ужином, когда можно задать вопросы, а какие сегодня вы решали проблемы, что у вас получилось, чем я могу быть полезен. И таким образом начинает концентрироваться семья на самом деле под головой, которой очень часто мужья ранятся от того, что они их не считают главой. Так вот, занять позицию главы – это как раз то, что сделает естественным и авторитет. Авторитет в семье, когда дети начинают ждать отца, потому что климат, с которым он приходит домой, делает их семью семьей. Когда они начинают слышать заботу в его словах, когда они начинают понимать, что чувства и их, как детей, особенно если там есть девочки, то у них будет чувство подобное, как у жены. Важно, чтобы услышали о моих чувствах, что я сегодня имел в садике или в школе или с друзьями, меня кто-то ранил, либо наоборот меня порадовали. И вы знаете, какие трагедии подчас проходят мимо понимания родителей, потому что дети не раскрылись, не рассказали тогда, когда можно было предотвратить последствия. Либо даже уже случившаяся ситуация, но убрать то, что может разрушить этого ребенка дальше, в будущем. Именно потому, что невнимательность, либо не считая важным, вот такой климат выстраивать каждый вечер. Если не получается каждый, то хотя бы раз в неделю. Но иметь такое время, но тогда уже и говорить о большем. Как прошла неделя? Что мы можем сегодня отдать Богу как ситуацию, как проблему, как нерешенные вопросы? Где нам надо кого простить? Давайте мы посмотрим. И вот таким образом практическое христианство приходит в каждую семью, если его практиковать. Если просто теоретически знать, что дети со мной пришли на служение, побыли и посидели, с одной стороны, это хорошо уже, что они ходят в церковь и знают, что воскресный день он принадлежит Богу, и он строится по-другому. Но если в течение недели нет этих ценностей в семье, то они не будут сформированы в детях. И поэтому мы имеем очень часто потерянные поколения, потерянные взаимоотношения. И тогда на том уровне, когда мы это осознали, можно начинать выстраивать мосты. Поэтому не думайте, что у вас уже все потеряно. Если вы слышите это послание, то значит Господь что-то хочет поменять в отношениях. Он хочет сделать то, что раньше казалось недосягаемым. Либо раньше человек верил в ложь, что, наверное, он ошибся с выбором, и поэтому у него сейчас не складывается в семье тот климат. На самом деле, друзья, выбор, который вы уже сделали, пусть он будет уже сейчас созидаться и благословляться Богом. Если мы говорим о том, как муж обесценивает свою жену, мы сейчас сказали, чем он ее поднимает, а через что приходит обесценивание. Когда ставит на первое место работу, как я уже сказала, хобби, или свое личное эгоистическое начало. Игнорирует ее мнение и не считается с ее чувствами. То есть с точностью наоборот. И вот тогда, когда это происходит, накапливается. Накапливается, накапливается. Вы знаете, что то, что имеет тенденцию к накоплению, имеет последствия взрыва. И поэтому, если мы уже столкнулись со взрывом, вот тут подчас бывает даже уже поздно решать. Хотя я считаю, что все равно можно, но это уже осколки, которые надо собирать. Это уже на самом деле довольно кропотливая работа по соединению этих паззлов, чтобы получилась опять новая картина. И сегодня еще хочется мне отметить, что бывает сложно делать мужчинам, а что сложно женщинам. Мужчинам сложно просить прощения. Почему? Наверное, только мужчины могут на это ответить. Но просить прощения, особенно тогда, когда на самом деле виноват, либо когда понимаешь, что ты можешь что-то изменить, но не хочется, надо же будет с чем-то считаться, и надо будет теперь изменять свое поведение. Но вот этот момент прощения и принятия решения Бог всегда будет на стороне человека, который пошел таким путем. Об этом мы говорили в предыдущих программах. Вторая трудность – это переходить с умственного, то есть поверхностного уровня на сердечный. Мужчинам очень часто легче остаться в логике, остаться в этой поверхности и сказать, но что я не так сделал, я все правильно сделал. И пытается человек показать на поверхностном уровне вот то, о чем мы говорили уже раньше, что у меня все в порядке. Но перейти на сердечный и понять, что чувствует жена в этот момент, когда она эту претензию или другую высказывает, это бывает непросто. Мужчинам. Брать на себя ответственность за то, что они послали обесценивающее сообщение, что они таким образом сказали, что ты на самом деле для меня на втором, на третьем, на пятом месте, и тем самым обесценили жену, а для нее важно узнать, что она любима. Для нее важно узнать, что она сегодня в фокусе мысли, в фокусе чувств. Вот почему для жены важно, когда дарят ей цветы, когда благодарят за ее простые, обычные дела, которые она делает с детьми или находится просто в доме, убирая, приготовляя пищу и так далее. То есть есть оценка того, что ты делаешь за счет каких-то действий. И вот эти действия, они бывают совсем недорого стоят. И вы знаете, особенно тогда, когда мы говорим сейчас о цветах, то иногда просто букет ландышей, может быть, первоцветов. Принести этого уже достаточно, показать свое отношение. Это послание сердца. Мужчинам бывает трудно понять, а что такое цветы, это цветы, но завянут и выкинут. Момент акта самого важен, что есть муж, который ценит, который благодарит, который действует в соответствии с ценностями, которые сформировались. Что же сложно жене? В жене у нее свои сложности говорить напрямую. Она может ищет подходы, ищет и ждет время, а напрямую сказать, понимая, что может быть, эмоции не выдержат. И поэтому бывает затягивается ситуация и дожидается уже взрыва, когда человек не может свои эмоции обуздать. И еще один важный момент, который для нее сложен, это понять, что муж бывает слеп. Слеп не потому, что он на самом деле слепой, а потому, что он не продумывал ситуацию огорчить жену. А просто он не видел, что это ее огорчит. И вы знаете, когда человек может натыкаться на другого, зашел не в ту дверь, рассыпались покупки, и какая может быть реакция у человека, которого сбил идущий не в ту дверь человек? Это же эмоции, это гром. Но когда могут сказать, ты что, слепой? Он говорит, извините, я на самом деле слепой, я не видел эту дверь. И как меняется реакция? Мы понимаем, что на слепого мы так не отреагируем. Соответственно, если муж что-то недопонял, у него просто по-другому мысль работает, по-другому устроены мозги, и он видит через логику, то таким образом признать, что все-таки он мог не увидеть это на самом деле, и поэтому неосознанно огорчил, это уже позволит смягчить оценку, смягчить взаимоотношения. Друзья, проводя сейчас вот в этом направлении вопрос по всякой ли вине, можно разводиться мужа с женой, по всякой ли причине, то мы сейчас убираем причины. Мы убираем причины непонимания, мы убираем причины безответственности, мы убираем причины эгоизма, мы убираем причины концентрации только на том, что чувствую мыслью, о чем я. Но перестраиваем уже мосты, или строим мосты на то, чтобы понять, что у другого человека есть свой мир, у него там тоже есть свой багаж, и помочь ему с этим разобраться, или понять его, и разобраться с собой, а значит и выстроить мосты. Это то, что позволит климату райскому, климату неба, прийти в каждую семью. Поэтому я благословляю, друзья, и себя, и вас, чтобы понять злой умысел и слепота, это разные позиции, чтобы мы с вами разбирались со злым умыслом, и помогали открывать глаза, не через упрек, не через унижение, а через свое сердечное послание. И мы об этом помолимся. Драгоценный Господь, нам так важно научиться давать сердечное послание в адрес друг друга без оскорбления, без унижения, без растаптывания личности. И я прошу тебя, чтобы ты научил нас, наших детей, а потом и внуков, жить в тех ценностях, которые созидают друг друга, жить в тех ценностях, которые уже не поднимают вопрос о разводах. И я благодарю тебя, Боже, что в этот век разрушенных семей, разрушенных отношений, разрушенных личностей, а мы просим о возвращении к истокам, чтобы семьи стали крепкими, целостными, и райский климат пусть созидается в каждом доме. Я благодарю тебя, что мы об этом молимся и получаем твои благословения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всего доброго. До новых встреч. До свидания. Пусть ваши семьи будут целостными. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»